Попутный ветер дует, юго-восток самый неприятный, обороты норма, да, взлётик такой, не дай бог Вот мотор остановился, оп, хе-хе-хе, как там говорили, знай бог, знай Клаус, хе-хе Думай о полёте, ой, 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 юный падаван Ёпс тудей, как страшно, Клаус летит во все камеры, которые только может, астрономчики наши Ну и теперь мы уже все стоящий, боевой планер, закручивай влево, давай, энергичненько, о, отличный бабл Эгэ-гэ-гэ-гэ, ох, ты орел, ты ж блядь, ох, 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 ох Иногда я даже думаю, что я летать разучился тут, молодец, Тик-Зек, ты говоришь, что ты отличный радист, молодец Впереди граница Италии и Франции Эгэ-гэ-гэ, Серёга, эгэ-гэ-гэ, мать Такой грязный в Италии воздух Ты целься ему постоянно в хвост Свечка вверх О, зашибитый, крутим поток Ты чё там ручкой дрочишь? Ну она тут откручена А тебе выгодно выплеснуть всю энергию вот в этом вот шикардосном потоке, посмотри, какая кайфово А ты говоришь, не потеряешь поток, не потеряешь Видишь, с первого раза потерял, с первой спирали Сколько у нас-то высота? 3,700 3,700, ну пока без кислорода ещё Где водопады? Да, вот здесь водопады С левой стороны где-то там Куршевель Мы вообще ничего не боимся У нас есть пиво, но дома Придётся возвращаться Да, придётся возвращаться Наш учитель продолжает смелое движение в сторону Монблана Я на самом деле тоже чуть-чуть очкую Так долго без потоков Достаточно низко Надо как-то уже думать о том, как набрать высоту Как там говорили? С нами Бог С нами Клаус Великий учитель Клаус Альванов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА All right Итак, друзья, мы двигаемся Переходим в долину Вот эта долина идёт в сторону Так, вот у нас Эмгервиль Аэродром остался под нами Вот на траверсе у нас озеро Ваньси Я планирую пересечь эту долинку И набрать вот прям по курсу у нас облака И там дорога из облаков выстроилась в сторону Гренобля И так далее Ну, туда и полетим Эмгервиль у нас внизу остался Сзади остался Монблан Он как красиво смотрится Прямо по курсу облака Где мы собираемся заправиться энергией Потому что так низко уже лететь совсем не хочется Хочется повыше С Клаусом мы расстались Скажем так, потерялись Мы в одном были на горе Закрутили неудачно В общем, мы разошлись по высотам Он набрал и свалил на разведку Вот в этой ситуации уже глупо искать друг друга Так как оба пилоты опытные Нужно просто брать и лететь домой То есть я представляю дорогу домой То есть путь, который я сейчас вижу Я знаю Хочется красивенько взять облачко Поснимать что-нибудь Вот так, друзья Мы сейчас, к счастью, в наборе Потихонечку набираем высоту Вот видно красивое озеро Ваньси Здесь куча парапланов всяких должно летать Единственное, что уже вечереет Добирать высоту все сложнее И как мы будем ковыряться дальше Совершенно непонятно Потому что потоп плавает Может быть будет иметь смысл его бросить И пойти дальше Пока я еще не решил Сейчас протягиваю против ветра Классически посмотреть Если хорошо подумать То иногда получается Знаете, какой я хороший поточек взял Вот здесь такая каменная особь красивая Я протянул немножко вбок Не под облако, которое было Вот оно, облако сзади просто сдувает Достаточно активно А под свежую вспышечку И дело-то, в общем-то, наладилось Получше стало, да, Серега? Не сказать, что идеально, но Вполне себе ничего И мы продолжаем набор Может это Клаус? Будь внимателен Встретимся с учителем Видите, друзья? Я вам обещал рассказать интересное Про полеты в паре 8,9 А по Гринобаль, не знаю От Аббервилля 8,9 9 км от Аббервилля 2,6 км Ну, надо добрать здесь, конечно Прям по максимуму Дальше неизвестно Как там будет складываться Планировщик с нами тоже встал Здесь можно набрать трюндель И нам Этого трюнделя хватит Как раз до Гринобля Дальше видно будет Благо, вообще здесь Вот очень редко бывает Такая высокая кромка Это прям Сегодня парапланиристы Наверное, прям Водят от восторга все И вот, смотрите Сверху Образовалось облако То есть, когда мы подлетали Его еще не было Оно было только-только Взародочи А сейчас раз То есть, мы, по сути, взяли Свежий кипоточек И это очень-очень Меня радует Сейчас главное Не продают дуплитив Мы практически набрали Кромку облака Да облака осталось Совсем чуть-чуть Прям замечательно Все идет Мы с Серегой На высоте Наконец-то опять 3000 метров Они вот эти жалкие Две сколько? 400, что у нас было, да? 200 Обидная 200 Даже 200 у нас было Вот Сейчас намного лучше видно Озеро Анси Вот сейчас В центре кадра Хребе Тарави Вот сейчас Панблан И сейчас вся панорама На Альпы Очень красивая И наш план Двигаться В сторону Гренобля До которого у нас Км 70 60, наверное Вот под нас Подходит какой-то планер Мы ему, видите Поток показали Местный Местный Наверное Какой-то такой Простенький Планировочек Стандартного класса Духместный Духместный А, СК-21 Я вижу, что крылья Такие относительно Коротенькие Это, видимо Какой-то Клуб Учит Практически Уже Кромочкой Еще чуточку Маленькая Еще Капелька Я просто не знаю Обстановку дальше Поэтому перестраховываюсь Перу максимум высоты И наш выход Будет вот облако В центре кадра Мы сейчас Крайнюю спираль Делаем Вить пошли Косного облака Будем сейчас Внимательны Потому что Стоп Ни с кем Не столкнуться Ну Я перед этим Все осмотрел Вроде как Никого Ну и может быть Вот не очень-то Большой смысл Сейчас вот В этом крайнем Дветочке Вот как я делаю Вам для красоты Чтобы вы оценили Насколько красиво Рядом с облаком быть Видите Вот оно Можно потрогать Серега Высунь ручку Форточкой Покажи Какое облако Тракал Скажи Мокрое Мокрое Бери побольше Бери Больше Бери Больше Больше облака Больше Молодец Серега Нахапал облако Закрывай форточкой Бери ручку Все вперед Да Вот на этот На это облако Прямо по курсу Там подзаправимся Потом возьмем левее И дальше В сторону Гвенобуля А я сейчас приборы Перенастрою Так чтобы Гвенобуль Переставить На Гвенобульский Аэродром Все Все У нас сейчас Экономия энергии Смотрите Прямо по кучке Облако На котором Будем набирать Держи ручку Смотрите 140 Все друзья Мы дальше продолжаем Вот С правой стороны будет Красиво Возьми чуть левее У тебя Работь вот так Да Вот таким Кусом На центре Облака Вот в этой долине Все мертвое Никогда тут не бывает Погоды С левой стороны Имею в виду На будущее Вот долина Вот эта Гвенобульская Она по сути Вот это все идет На Гвенобуль дальше Потом поворачивать к нам Здесь всегда Стабильный воздух Внутри долины Просто жуть Ничего нет И погода Не столько Над этими холмами В себе Здесь можно набор Брать с правой стороны Видишь Чашка такая Ну и в принципе Вон и на облако висит Можно было на это Облако сходить Набрать Но крюк Смысла нет То есть мы бы взяли Там 100-150 метров Но прилично Увеличили все дистанцию Смысла никакого Да Нам хватает Дэблаков прямо по курсу Причем они ниже Тридцать один Тридцать 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 Окей Я 29 Так Вы должны Видите Я Убилос В 2960 Это Сартрос Негатив Измена Тридцать На Тридцать Я Лег У меня есть параглайдеры в левом месте. Вы стоите на северной стороне? Нет, на северной стороне. Нет, мы стоим на северной стороне. Окей, окей, это не ошибка. Вот как-то так. Я даже не знаю, что дальше делать. По идее, надо попробовать налево и вот этими штучками, дрючками попробовать в аромате стороны хаты. Попробуем на стенку сходить, на эту скальную, смотри, с левой стороны. То есть вот здесь крайнее ожидание у меня. То есть если здесь не оправдается, вот здесь не будет потока. Вот под вот этим вот сейчас, видишь, над нами облачко небольшое. Вот, вроде как что-то есть. Ну, попробуем протянуть к облаку все-таки. Потому что, грубо говоря, время терять здесь смысла нет. Если получится, мы облако чуть-чуть возьмем. Около метра здесь есть, больше нету. И дальше помчимся поближе туда, в сторону Гренобля. Оттуда надо уже думать насчет дома. Клаус на другой стороне долины. Ну, вот такой пошел, да? Посмотри, а впереди планер? Ну, чем? Ну, вижу, да. Я вот как раз туда и хочу. Ну, вижу планер, да. Ну, здесь под нами скальная стенка. Здесь, в принципе, очень часто поток есть, стоит. Ну, сейчас планер, видишь, нам помогает, он его демаскирует. Сейчас подойдем, мы тоже в левую спираль встанем. Ну, обычно вот здесь он стоит, поток. Ну, ладно, что? Нам тут уже не выбирать, надо просто подстраиваться к планеру. Он же, наверное, не дурак. Согласен? Да. О, и поток вполне себе. Вполне себе удачный поток. И потихонечку, потихонечку. Будем дальше ковыряться. Как красиво внизу, а, посмотри. Какой тут еще. Вот здесь делают очень вкусный напиток, шартрез. Такой, типа, настоечки вкусные. Хочется мне что-то настоечки даже. Самое главное, друзья, это терпение. Потихонечку, потихонечку набирать высоту. И видишься, что в Анухата. Летим мы, друзья, сейчас над бассейном шартрез. Летим в сторону Гренобля. Вот еще облака у нас какие-то дышащие остаются. Я надеюсь, что одними набрать. Но, вроде как, они еще живые. И дальше уже будем думать, что делать. Я думаю, что мы будем перепрыгивать долину вот под тех куболочка. Сейчас наберем максимум, и туда можно будет доплыть. С учетом того, что там склоны западные, как раз это удачная экспозиция. Клаус не стал глядять, как мы, вот сюда забирая. Он сразу пошел по южной стороне долины. То есть не по северной, как мы. Ну, такое у нас решение. Свое, зато свое. Зато Сереге показал шартрез. Тебе нравится шартрез, Серега? Еще как. Да, ему нравится еще так. Ну, скажи, что им доброе. Эгегей? Эгегей. Эгегей. Видите, эгегей под вечер уже такой поспокойнее. На эгегекались. Сейчас бы до дома долететь без мотора. Эгегей. Эгегей. Вот здесь я планирую где-нибудь высоты постараться еще набрать. Если позволит нам погода, под нами проплывают острые пики. У нас нужны и скалюки проклятые. Зубки. Ну и так, пик-пик-пик, в общем-то, без особого успеха. Так что продолжаем вот это движение наше. Я думаю, нам надо на хребет вот сюда переваливать и здесь уже идти. Пробовать. И, может быть, Серега, нам придется валить на ту сторону долины. Видишь? Смотри, с правой стороны облака, оно насколько в лежачем состоянии. То есть оно практически лежит. Ну, правда, и ветра нету. Ну, вообще потопок нет. Ну, вот не знаю. Сейчас попробуем, посмотрим. Вот птичка-то, что-то птичка-то в чем-то летает. Вот как так? Птичка же что-то нашла. Ну, говорят в такой ситуации, что выгоднее всего вот с правой стороны, видишь, трептик, вот на него сходить. То есть вот сюда вот. Попробовать здесь еще что-то половить. Если нет, пойдем на левую сторону. Вот эта ошибка была частично идти нашей стороной текущей. Посмотрим. Вот, конечно, уже низковато. Ну, я надеюсь, сейчас впереди. Вот как раз вот, смотри, запомни эту горку. На ней очень часто очень хороший поток сходит. Где-то вот посередине, видишь, там такое небольшое возвышение. Вот там хорошо обычно бывает. Ну и облака есть здесь еще. Попробуем. А дальше посмотрим. Вот крайний крепкий, который мы можем использовать. Наша крайняя надежда. Подходим к скале. Здесь работает уже один планер. Закрыл их на четыре. Да, и он только что слил воду. Это, конечно, показатель. Вы знаете, что погода все. Настолько скисло, что приходится даже планерам, которые летают в балластном, воду сливать. Это уже, конечно, показатель. Ну, такие скалы у нас тут веселые. Я хочу сейчас вот сюда дойти до угла. Вот здесь разворотик сделать. И ощущение, что вот отсюда потоп может сходить. Не-а. Не отсюда. Ну, работает склончик. Нет, кирова не работает. Блин, кто-то, конечно, попался. Ну, я бы не сказал, что тот планер тоже намного лучше нас набирает. Поэтому такое равновесное состояние. У него что-то есть. И у нас что-то есть. Мы набрали 60 метров. Это уже хорошо. Ну, друзья, смотрите, мы на какой горочке тут пытаемся что-то наковырять. Последние, можно сказать, наборы вечерние. И вот облако хорошее есть. Но мы достаточно низко пришли. Поэтому никак не можем зацепиться за поток. Нормально. То есть периодически пузыри какие-то цепляем. Но и настолько узкие. Постараемся. Работаем. Язык высовываем от усердия. Да, Серега? Нет. Ты язык не высовываешь? Я высовываю. Вот чуть-чуть раз и... Сейчас масклончик. Тип-тип-тип-тип-тип. Каждый метрик это... Вот минус. Это сранка, а? Называется эта история «Никогда не сдавайся». Да, Серега? Да. Мы с Серегой отчаялись, потому что пытались взять поток. И мало того, что обидно, что другой планерист, он тоже хороший, но не очень. Гад. Он его взял. А мы метров на 50 были ниже и не взяли. Вот представляете, как обидно. Вот там скала как раз с левой стороны на дне облака. И он практически уже под этим облаком. А мы пришли ниже и долго елозили в динамике. Ну никак. Вот и так, мы сяк. И вот на пересек осяк ничего у нас не получалось. И мы думаем, ну ладно, что, пошли уже дальше. Там есть у нас идея, куда дальше идти, как там. Домой возвращаться, потому что время-то уже позднее. Уже сколько времени, Серег? Возьмите много времени, так. Окей, что твоя altitude и дистанция до Гренобел? Ну, сейчас до Гренобеля... Да, мы сейчас до Гренобеля на Утаву. Окей, теперь вы жёвы на солнце в Вале? Оoo, на саду? Нет. Ещё есть термо сюда, и мы верим на знадушный стороны. Окей. Окей, Клаус, кейс, 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 кейс. Кейс, 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 кейс. Кейс, 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 кейс. Мы увидим, что у нас есть кейс, кейс. Я думаю, что Кейс говорит, что не может быть проблем, когда ты кейс кейс. Вроде как кейс кейс. Всё у нас неплохо! К терпении труд, всё перетрут. Мы продолжаем набор. Видите, мы, друзья, уже на 2 400. А со скольки, Серёга, мы начинали там? 1800. Да, прилично мы уже набрали. Над нами формируются остатки облаков. То есть, по сути, это очень удачное место. Мы пришли на это место ниже этого рельефа. Так что нам пришлось в динамике отвисаться. Мы не смогли в динамике набрать. Мы повисли на одной мертвой высоте и всё. И вот нам удалось уйти вперёд. На юг. Чуть-чуть отойти от склона. Взять пузырь. Немножко набрать пузыря. И снестись на хребет. И вот сейчас мы в хребте. Достаточно весело набираем. Я рассчитываю, что мы наберём где-то 2 400, 2 700. И сможем пересечь долину. И дальше вот под западной стеночке удачной. Пойдём в сторону дома. До которого осталось 90 километров. Да, Серёг? Да. И там нас ждёт барашек. Барашек ждёт. Серёг, подумай. Барашки, подумай. И гости приедут. И гости. Прилетят. И гости, наверное, уже прилетели. Они дома приземлились. Наши барашка уже кушают. Кушают. Тащу барашку скорее. О, видишь, какой поток сразу. Видишь, как я сразу. Ты мне про жиду рассказывай. Я сразу получше добирать буду. Серёга, давай. Что-нибудь ещё. Барашек. Барашку вино вкусное. Такое красное. Такое. О. О. Ещё. 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 И десерт. Побольше. А мясо замаринованное, приправленное розмарином, кумином, прованскими травами какими-то там. Немножечко, пару капелек бальзамического уксуса с выдержкой. Семь лет нам подарили соседи. Французы. У меня жена течёт. Я сейчас боюсь поток потерять. На этой оптимистичной ноте. Ой, ну всё, Серёг, в принципе, выбрались, считай. Давай ещё, давай ещё. Конечно, ещё. Но для того, что уже можно булки-то расслабить. Выдыхай, бомёрка. Хе-хе-хе-хе. Да, было здесь, друзья. Мы так были в очень пессимистичной с Серёгой настроении. Если видео получилось какое-то, вот прямо перед этим получается. Ну, такое достаточно грустное должно быть. Такое, чтобы... Ну, садились бы в Гренобле. Или запустили бы мотор неспортивно. Мы не такие... Ну, мы запускаем мотор, но не сегодня. Да... Но зато исключительно альтернативными путями сходили. Клаус сходил одной стороны долины, мой другой. Всегда же интересно попробовать это и то. Мы пересекаем долину Гренобля в сторону Кранца. Поздновато, конечно. Но очень хочется верить, что восточные склоны ещё работают. Вот там область какая-то достаточно живая есть. Можно было, конечно, попытаться через Верхор. Но в Верхоре большая вероятность провалиться была в долину эту Гренобльскую. Здесь, конечно, у нас 2700 терпимо. Но всё, это уже всё помирает. И будет не очень-то солнечная сторона там. А сейчас, вообще, если мы пойдём прямо, то мы здесь на солнечную сторону придём. И, в принципе, облака висят. Я думаю, что у нас ещё... Нам, по сути, один набор нужен. Вот сейчас мы на переходе разменяем высоту. 2600 у нас. Вот на 2000 на ту сторону долины придём где-то. И нам бы набрать опять. Там кромка 3 висит. Вот 1000 литров набрать и нам дадом уплатить. Это такой поучительный полётик. Потерялись. Бывает такое на маршруте. На самом деле я давно не летал на хвосте. Серёга второй раз вообще везли. Сейчас встретимся на аэродроме и обсудим, как там, как всё было. Как это? Помните? Волк, ну погоди. Зайцев помню. Помнишь это? Ааа. А это? О! Видишь, как у меня камера хорошо стоит. О! Отлично. Серёга, у меня удачно камера встала. У неё такая подставочка. Надо будет на эту подставочку приклеить липучечку. Я прям буду сюда камеру ставить. У-у-у-у. Ой, фух. Я сейчас ещё устал. На самом деле был такой тяжёлый набор. О! Знаете, как бы если вы думаете, что летать это прямо так легко, прилегко. Катнуть не так легко, как хотелось бы. Бывают ситуации сложные. Мы сейчас провалились до очень маленькой высоты. И хотели взять на скале, не взяли. Повесели в динамике, не выпарили. Потом плюнули, пошли вперёд. Раз, пузырь встретился. Это нам, считай, уже повезло. Ну, если бы не повезло бы, вот здесь вот, в Гренобле, тут есть аэродромчик. Вот. Где он? Где-то тут. И садились бы на этот аэродромчик. Люди пил. Вот эта речка течёт. Это что-нибудь удивительное, река Рона. А долина реки Рона следующая. И Рона – это ущелье вообще в Швейцарии. То есть вот эта река, она течёт со Швейцарией. И так интересно и причудливо мир устроен. То есть вот. Ну, вот они Альпы. Вот где-то там, где крыло показывает Швейцария далеко. А нет. Вот Монблан видим слева за крылом чуть-чуть. Вот он. Чуть влево качнул крылышком. Вот. А Монблан в дымке прячется. Мы там были сегодня рядышком с ним. И дальше Швейцария, как раз долина Рона, из которой течёт река Рона. Вот так вот интересно бывает. Итак, друзья, мы пересекли Дорину Гренобильскую. Вот. Перешли на западную экспозицию. Вот эти склоны к западной экспозиции. Чуть правее возьми, потому что ветер южный. Нам вот эти песочки все нужны. Вот смотри, видишь, что у тебя залысинка такая. О! Вот, 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 вот. Вот таким курсом, да. Вот сейчас где-то здесь там, по идее, возьмём поточек. Вот. И наша цель, вот до аэродрома у нас осталось 77 километров. Мы до него не долетаем. То есть нам ещё здесь высоту где-то набирать. Ну, хорошие склоны. Мы пришли на хорошей высоте, 2 200 выше рельефа. То есть нам не надо елозить по склону. Вот сейчас ёлочек мы возьмём поточек. А поточек, вот, нам показывают парапланы. Снизу, вот, смотри, справа. Видишь? Вы даже посмотрите, вот сверху облако. Вот. Склон рабочий. Там горнулись до курорки какой-нибудь какой-то. И вот, по идее, где-то здесь должен сходить потоп. По всем. Да, парапланов тут вот тьма летает. Вот, соответственно, мы пытаемся подстроиться к ним в этот поток. Я надеюсь, что они знают, что делают. Ну, они могут и не знать, что делают. Они просто отпускательные. То есть, ты, может, им набирать-то не нужно. Может, они просто балдеют тут и всё. Ну, вы тут понимаете, что брать хотели. Ну, лучше будет, если мы тут порыщим немножко, то есть. То, что они парят, это уже хорошо. Это значит, правильная экспозиция по ветру. Мы угадали. И мы можем домой просто идти хребтами. То есть, брать немножко энергии вот так вот от каждого склончика. И вполне может быть, что до определённой высоты работает склон. То есть, вот они сколько-то набрали. А выше просто не получится. Поэтому мы пойдём сейчас немножко пройдём вдоль этого хребта. И посмотрим, может быть, что-то есть лучшее. Потому что время, время, время. Сигель-сигеля и люлю. У нас этого времени просто нет. Мы потихонечку, друзья, хромаем в сторону дома. У нас немножечко остаётся ещё энергия в воздухе. Я думаю, сейчас мы на склончиках здесь немножко поелозим. Западная экспозиция склона. Нам удалось пересечь, главное, что долину на западные склоны. И сейчас нас тут немножечко придерживает. И просто так плывём, скажем так, домой. То есть, нам надо вроде как набрать высоты. С другой стороны, если альтернативная опция, можно не потерять высоты. То есть, если мы сейчас будем экономично идти, и нас будет придерживать, то мы так до дома-то и дохромаем. Гренобуль, он там справа остался. Вот, ведь вечерело. Сколько, Серёг, времени? Шесть. Шесть. Шесть вечера. Вот, сейчас у вас, скажем так, вот он. И к дебюрдам далеко-далеко просматривается. Это то, куда нам надо. Мы далеко ещё, 70 км до дома. Ну, видите, придерживает немножко. Так, теперь пик, вот облачка впереди хорошая. Придерживает склон до ёлочки. Видишь, ёлочки в ней будут прогретые. Понемножечку, понемножечку тут с них сходит какая-то энергия. Остаточный уже вечер. Ну, в целом, нам должно хватить с Серёгой. Да, Серёга? Ах, дядя-дей! Дядя-дей, да. А дядя-дей, полгой, конечно, у нас сегодня. А вообще, у контента огонь. У контента огонь. Ага, огонь. С правой стороны склон удачный очень. Я думаю, что мы на него попойдём. Сейчас пока прямо, потом подвернём направо. На нём много раз этот склон меня наручал. Его юго-западная сторона получается. И видно, хорошие облака висят. А можно было бы пойти на экран. Смотрите, на экран, во-первых, поздно уже. И полностью всё закрыто вот этими облаками. То есть прогрева нет ещё. А под нами сейчас прогрев есть. Но мы сейчас далеко от склонов. То есть здесь, скажем так, можно было левее взять вот на эти скальнички. Но не нужно, потому что у нас увеличивает эту дистанцию до дома. Нам проще сейчас переплыть вот всё вот так вот на этот склон. Вот мы сейчас ребро вот так вот обойдём. И вот под эти облачка чук-чук-чук наберём. И уже будем на долёте до дома. Сейчас, собственно, нам всего лишь полтора километра высоты не хватает, чтобы домой прилететь. Правое крыло сейчас показывает на заповеднике Транс. У нас справа осталось... А мы подходим к склону, который обещает нам дать немножко энергию. Наблюдаем озёра. И явно по озёрам дует ветер какой-то. Да, видите, вода такая мутная. То есть явно в долине дует, причём дует хорошо. Серёга сейчас как раз вдоль склончика идёт. Оп. Не надо очень сильно к склону. Вот так хорошо. Да, как сейчас хорошо. Вот сейчас. И скорость 120. Всё. Вот он поток. Сейчас мы будем набирать. Вот расчёт, который у меня был, что мы здесь возьмём энергии и наберём, оказался верным. Вот. Видишь, здесь пытаются засадить склон ёлочками, но не очень-то его не получается. Здесь имеет смысл, Серёг, пробиться вперёд, потому что ветер, по сути, это южный. И поэтому впереди там будет склон загибаться немножко влево. Соответственно, будет более удачная южная экспозиция. Сейчас нам косится. Сейчас мы идём как бы в динамике, но 45 градусов вообще-то динамик. Мы не теряем высоту, но набирать будем где-то впереди. А так по этой ложке начинаешь ходить, 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 и в конце концов... Вообще, вот эта вот стенка, вот эта вся дорога, она крайне удачная, потому что она... Помнишь, до того ущелье может довести, где мы снимали с тобой как-то ролик, и откуда можно на экран сходить. Вот. Вот это удачный уже более кусок. Сейчас смотрим. Если здесь удаётся вообще как-то в плюсе быть, то мы здесь и будем набирать. Вот. А мы, видишь, здесь всё-таки в плюсе находимся. Да, и я, пожалуй, сейчас чуть-чуть ещё вперёд, чтобы развернуться. И вот разворачиваюсь, наверное, нужно всё-таки здесь. Это что со мной такое строится сегодня? Это ты мне... Мне кажется, что ты педаль нажимаешь. Я не могу так плохо педали нажимать, слушай. Так, чтобы скользил так, чтобы створка открывалась. Это же не может быть такое. Да ты так можешь ошибаться. Я-то... Ну, скажи, что это ты нажал. Да, я нажал. О, видите, друзья, это не я. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли, да. Вот как мы хорошо летим. Засекаем высоту 1900 метров. Посмотрим, насколько мы быстро будем набирать. Ну, набрать-то здесь обязательно надо. Знаете, что самое обидное бывает в такой ситуации? Ты ведёшь поток, вот его начинаешь крутить, тебе кажется, что у тебя всё хорошо получается. А потом оказалось, что это был временный пузырь, и тебе просто повезло. А поток-то на самом деле нет. Но я хочу верить лучшее. Так что свяжусь с вами как-то берём. Смотрите, друзья, интересный способ определить ветер по долине. Вот сейчас дует север. Видите, как освечивают барашки. Сзади нас север, вот дует северный ветер. А у нас по прибору дует встречный ветер, южный. То есть по низу долины дует север, а у нас дует юг. Вот такой вот интересный метеорологический момент. Мы всё-таки не смогли набрать на том потоке. Ну, мы набрали 50 метров. Потратить на это там 10 минут, никакого смысла нет. И я наблюдаю так, что скорее всего склонный будет работать. И я примерно знаю, где ещё можно набрать. Поэтому я просто двигаюсь в сторону дома по западной стенке в динамиках. То есть практически не теряя высоту. Вот как было 1900 метров высоты, так вот 1906 метров и есть. И выключаюсь, потому что надо работать. Ну, какая красивая долина Гренопольская. Зелёная такая прямо, она характерная такая. Кто бы мог подумать, что это образ. Ну, значит, энергия воздуха ещё есть. Значит, мы зря считали, что у нас уже одни знамики остались. И у меня уже есть высота на склон закрутить, смотрите. Как это можно делать. Ну, так надо делать только, когда ты уверен, что делаешь. Но зато мы теперь можем отрабатывать этот пузырь. Реально не потерять его. Потому что если я сейчас начну играться восьмёрками, то я могу так наиграться, что ничего сделать не смогу. Чтобы довернуть на склон, нужно, конечно, понимать, во-первых, удаление, что ты успешешь извернуться, иметь высоту и запас по скорости. У нас сейчас есть и то, и то, и то, и то, и то. Но, я думаю, задняя камера показывает, как мы красиво, или она уже сдохла, как мы красиво проходим притирочку к склону. Да, Серёга? Да. А может, это мастер-центрирует? Да, что ли, на карте сейчас. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Заходить на склон. Вууу! Ну, зато мы потихонечку крутим. Ну, всё, собственно, это вот этот набор. Нам позволяет уже триумфально считать, что мы долетели сегодня, ну, скажем так, 20 км до Манбулана оставалось. Манбулан мы, конечно, не взяли, врать не будем. Ну, с другой стороны, мы очень поздно взлетели, потому что собирались, пока с Клаусом мы собирались в стаю, пока тупили и так далее и тому подобное. Ну, зато с Клаусом интересно полетали. И Серёга сегодня слетал в такие места, куда вот Макар телят не водил, да, Серёга? Да. Да. Где он ещё ни разу не был. Ну, вот, Серёга, это классический вариант выбираться, так же мы могли выбраться, в принципе, на предыдущем склоне, по-хорошему, выше рельефа. Но и так чаще всё получается, если ты вот с Греноблем идёшь, вот на эту стеночку идёшь, и она в динамике, или вот эта горка срабатывает, или следующая. Вот такая-то ситуация, как сейчас, она абсолютно типичная, просто я, честно говоря, уже думал, что поздновато, уже не будет. А увидишь, вот пока идти, просто охренительно выходит. Сергей набрал почти три километра, и мы опять на свободе высоты. Всё, вот эти наши страшные мытарства, переходы долин, вот этот вот весь аттракцион, который мы сами себе устроили. Ну, мы же хотели приключений, и мы их получили. Вот, мы всё это сделали. На самом деле, конечно, долину в сторону Анси переходить не нужно было. Нужно было по западной стороне идти, а так было бы быстрее, Клаус уже дома. Но мы-то решили посмотреть как там Анси, даже Серёга же любит Анси, и я люблю Анси. И вот всё, в принципе, всё получилось отлично. То есть мы нашли себе приключений, да, Серёга? Ага. А какая жизнь без приключений? Ведь девиз-то канала какой, Серёга? Контент-огонь! Контент-огонь! Погода-бомба! Не, погода-бомба, контент-огонь! Так, надо протянуть, Серёга. На солнышко, на солнышко протяни сейчас. Ветер, солнышко, протяни на солнышко. Вот озера, на которых я ветер вам показывал. Вот горка, на которой мы пытались выпадить под крылом сейчас. Смотрите, как она сейчас смотрится. Пройди ещё чуть-чуть вперёд. Как мы можем над ней смеяться. А были-то мы сильно ниже неё. Не получалось у нас выпадить. Давай сейчас направо, Серёга. Вот. А прилетели мы вообще вот с того массива. За Греноблем. Так что очень повеселились. Мы да пошли дальше, в принципе. На следующем хребте наберём, чтобы нам дальше играться. Над Дегрансом стоит вот такая плита огромная. Практически каждая горка работает. Наша цель ближайшая вот этот вот скальничек. И попробуем набрать максимум. И думать ещё сходить, может быть. Чуть-чуть, ну там, где разрешено в экран залезать, немножечко залезем в экран с капельку. И такой хороший день получается. Ну было, было пару тревожных моментов. Никто не спорит. Но всё хорошо. Всё хорошо. Погода бомба. Это огонь. О, молодец, Серёг. Отличное место для того, чтобы набрать высоту ещё. Следующая вот предыдущая горочка. Вот в центре кадра у нас, где мы набирали. А здесь следующий наборчик. Смотри, если так получилось, просто пожёстче спираль, что надо просто проскочить дальше. Иначе мы на длинной такой спирали больше высоты потеряем, чем потенциально могли набрать. Кстати, видишь, повелись на пик-пик-пик. То есть мне тоже казалось, кстати, что прям зашибись. Да вот птица ещё, тем более, слева летает. Ну чё-то знаешь, как зашибись, да не очень. Да нам, в общем-то, и не надо. Дальше идём по крипту и... Ну вот так вот пой... О, закручивай. Вбрасывай скорость и закручивай, да. Вот он, где поток, на самом деле был. Лич в этой чашечке чуть-чуть. А какой ветер? А, а его западный ветер чуть-чуть сдувает. Понятно. Ну вот, песня. Песня. Чуть-чуть. Сейчас протяни капельку. Оп. Ага. И продолжаем набирать. Супер. Супер. Продолжаем. До дома нам уже, друзья, 54 километра. Мы на долёте. То есть, в общем-то, можно уже... Считаем, что дома. Но так как мы хотим приключений ещё... Мы хотим ещё... Мы хотим ещё! Да? Даёшь магнитку? Даёшь игрант. Ну, мы над ним пролетали сегодня. Рядом с ним уже. Ну, хочется немножко поглубже залезть, сосульки посчитать там, сколько выросло. Стерлист приборы. Приборы, протяни вон приборы. На запад чуть-чуть. Во, и закручивай. Всё. Огонь. Огонь. Музыка неба. Музыка неба. Музыка неба, глубоповажаемые любители планерного спорта. просто замечательно откуда-то издалека прилетели вон там монблан прячется почти у него в 20 километров до него оставалось вот разоконцовка показывает там были сейчас у нас план слетать вот этим и горный прячется в облаках пощекотать его на границе кранцы находится и оттуда уже под вот этой вот грядой перепрыгнуть на пик де бюр и домой вот этот пик де бюр собственно это уже дом 30 километров от дома мы сейчас на долете ну хотим немножечко еще полетать да серёга потому что устали снимать контент огонь хотим просто полетать идем и друзья практически без снижения нас придерживает вот этими всеми облачками высота практически сохраняется серёжа иногда чуть-чуть дельфине то есть момент восходящего потока чуть сбрасывает скорость момент нисходящего чуть добирает спокойненько двигаемся к нашей цели через три-четыре километра будет вершинка где мы встанем в набор их наш искомый куда мы сейчас еще слетаем прячется в облаках это красиво у меня садится батарейка на телефоне но правда ногу проще девятки осталось есть процентов батарейки может быть на что-то очень набрать встань встань в набор да почему благородным тоном не набрать немножко высоты видишь немножко не попали нужно протянуть немножечко будет сейчас скажу через сколько еще 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 энергично проворачивай глубь еще или противник чуть-чуть по час и закручивай сейчас должны врезаться в поток и сейчас должно энергично потянуть а сейчас за уже спирали все будем думать имеет ли смысл вы видите там вершина следующая прячься в облаках куда мы хотели слетать но как-то уже настолько поздно в кубке что вы же пол седьмого пол седьмого сейчас на правый вираж переходи скорость чуть больше на 100 вот так подходить к рельефу очень опасно серёг и сейчас как бы не хорошо поступил согласен ладно пошли наверно уже действительно шашлыки 10 но до того забирай клиент до гости еще сейчас под этим облаками пройдем и прям через этот самый по прямой да и через пиддебюр домой так и пиво нас ждет под прицепом прикинь домой домой все скорее увеличивает 120 вот так вот друзья на что на что пилоты променивают небо на виду на виду банальную виду знаете на самом деле я сегодня почему-то решил не завтракать а возили с камерой 2 9 все эти камеры настраивали все эти сливали какие-то данных терабайты эти гигабайты и так замаялись что забыли позавтракать сейчас я полетел голодным поэтому представляете вот с утра у меня во рту сейчас какой-то было и все чуть-чуть правее возьми и сейчас как раз самое время так самого и немножко прыгать подкрепить столько нечем но мы сейчас приземлимся сделаем теснейший как лук бородины на ребра но я лечу мечтаю а вокруг вот такая красота такая вокруг красота серёг ты как скажешь ингу был уважаемым любителям я счастлив дорогие да ты был сегодня под монбланом полетели сегодня на самом деле если бы не тупили и взлетели на час раньше на этом монблане могли еще час полетать готова давать было не был уже раз на 15-20 так что так чтобы весело так весело как сегодня ну не первый раз конечно но был огонь только то куда крыло показывает вот под пик дебюра мы как раздали его там пересекали где-то в 30 километрах ведь там небольшой как бы такой возвышенность перевал по сути потому что дальше город гапы город гапы ниже на 600 метров чем этот перевальчик этот перед крылом как раз кажется что-то долина на самом деле долин долина потом и вниз даже волну кстати дает от нас пик дебюр прямо по курсу почти какой-то озеро грязные мухи находите очень такого-то много мульти какой-то на него натянуло сейчас мы этот крепкий перед перевалим и спокойненько на долете домой 140 метров мы даже приводим так силу кстати не верни там сильно 140 до я бы не сказал что у нас гигантский запас по высоте есть запас вы не гигантский классический вариант сейчас у нас как раз пик дебюр вот он ну куда нам надо но или угасить какой-то поток нашел мы пойдем вдоль вот этой вот стеночки сейчас часто очень ходим потому что во первых как раз на него светит солнышко и немножко поддувает ветер можно вдоль нее пройти а потом решить обойти пик дебюр южнее или обойти пик дебюр западнее просто прыгну да и все посмотрим сейчас как пойдет мы серега ведь наслаждается наконец-то серега мы прямого пили заработала слушать классно тянет твоя балалайка друзья мы слетали сегодня на монблан и выбирались мы конечно не дай бог каждому чуть не сели в районе гренобля до серега в гренобля в районе гренобля чуть не сели возьми к скалам поближе попугай глубоко уважаемых любителей планетного спорта давай вот к скалам вот тем более сейчас освещение хорошее подожди только давай лучше я попугаю я так боюсь но я взял ручку уже но очень страшно я думаю что я не боюсь я папа 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 поить 200 километров в час скорость друзья учимся рима скальников говорю чуть не сели в районе гренобля почти для почти не сели да сами сами почти не сели в районе гренобля и сейчас возвращаемся назад очень удачно это в одном месте набрали высоту можно было конечно там и остаться на аэродроме приземлиться потусить но мы же должны были во-первых шашлык сегодня есть во вторых вам эфир прямой красивый сделать как мы возвращаемся триумфально домой вот по скалам вот наша тень летит и тем прямом пире даже тень нашу ведь как близко или открыла в общем-то сейчас руку поменяю всех не петебойся я я держу 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 я вот сейчас хорошо я же ты большая плева это лучше чем правый а правый не хуже чем левой вот устал правый давай левой и вот мы тут как красиво летим вот здесь ставите перевальчик если бы вы были чуть чуть пониже допустим этот перевальчик возможно бы и не переваливали так они пройти ли там северной стороной я нет низко мы не пройдем и северной стороной давайте мы сейчас покажем страшные скалы какие-нибудь ужасные против солнца здесь связь должна быть получше как вам девиз пишите нравится не нравится надо вообще девиз придумать потому что контент огонь это придумал мой сын позавчера он все контент и папа контент огонь ну а мы сегодня еще добавили погода бомба погода бомба контент огонь как красиво вокруг вот писать как вы мы тут пигачим особо высоту нет не экономя прям жжем эту высоту топки скорости серёга шуршит вон 200 километров в час вообще не стесняется и вот он наш пик дебюр мы вытравим и проходим и давай по поворачиваю направо прям чтобы мы сейчас рядышком по всем этим скальчиком как пронесемся как порадуем всех давай давай по чашечке вот как раз все посмотрят на пик дебюр здесь какие елочки классные тут растут у меня все подмывает когда-нибудь пойти сюда погулять по елочкам этим пошастать иголочки посчитать сейчас мы на западную стеночку перелетим похулиганим немножко мы низко 2200 метров поэтому ведь как достаточно относительно устойчивая связь должна быть вот он лежит смотрите роутер вот так он выглядит у нас под кузом антенны потом что-то показывает что какая-то сколько зеленых палок тут все зашибись а это эти батарейка с которой это все питается прикуривателя в общем зашибись наши остановки ки а вот эти тарелки появились вон смотри присмотритесь вот 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 тут вот тарелочки смотрите развернуты кстати в наши стороны над тарелками нам летать нельзя но рядом с не можно ночью я возьму ручку немножечко пройдусь вот а вот любимый пик дебюр где по скалам можно прогуляться так закрыла как на тройке нормально смотрите как мы любим тут когда у нас уже домой вы прилетели почему бы не похулиганить по скалам пройтись вот кстати тень наши сзади болтается ой пропало соединение о пошло дело друзья мы не разбились все целы и это видел кто-то комментирует что что с ними случилось может они куку не куку все у нас хорошо сейчас я вам красивую елочки покажу я взял ручку смотрите если сейчас вот сильно затеняет солнцем я в правом вираже пройду как раз рядом с крестом будет красиво гляньте елочки птички какие-то вот вот он крест французы любят крести ставить на этих самых ой дайте я сейчас за счет скорости все могу и вот так елочки так носом как раз в этот в этот момент аккурат и связь пропадает через четыре минуты будем на аэродроме и мне соответственно нужно на целых четыре минуты придумать чем вас развлечь скажите задайте мне какой-нибудь вопрос пожалуйста писать не ходили нет потерял она у меня улетела на взлете куда-то под ноги блока серёга перепрыгивая через ротор маньяк через ротор перепрыгивая час его от херачит посмотрите он парапланилист он боится этого ротора раб боялся раньше теперь не боится и теперь видите как осмелел ты аккуратно на антенне намотайся антенны видишь право сейчас они очень плохо видны вот на эти антенны главными зацепиться никогда очень они неприятные как доворачивание аэродром куда-то там полетел парень вот сюда мой пиво пиво дома пиво у нас осталось до пива осталось 9 километров скорее мы ни в коем разе никакой пропаганды просто пить хочется есть такая традиция мой серега и когда летаем вместе мы под прицеп прячем две маленьких бутылочки пива чтобы когда приземлимся так послежиться еще порадоваться тому что мы приземлились остаток высоты у нас от 1400 метров над аэродрома получать 700 и серега жжет их топки скорости серег добавь где-то до 240 добавь вот вы можете посмотреть как планер летит на 240 километров в час больше не надо всего достаточно вот это единственное что очень потрякивает меня сильно потому что мы сейчас прошиваем турбулентность которая присутствует воздух неизбежно и из-за этого у детей крылышки покачиваются и я покачиваюсь и телефон покачивается и контент покачивается самое главное знаете что не забыть шасси серег ты помнишь что мы шасси должны выпустить да потому что я всегда рассказываю историю что люди делятся на тех кто уже садился без шасси кому еще предстоит я уже садился два раза ну вот смотрите мы дом мой я даже покажу о вот здесь вот населенный пункт лобокинах сирион и сейчас мы туда тоже долетим серег таким курсом иди я покажу аэродром час а вот это смотрите солнечные панели это что интересно город в котором мы живем владеет этим холмом и он вершину холма решил побрить всем подарили дрова мы не успели на этот праздник жизни всем дрова на халяву давали и поставил панели сейчас вот эти панели зарабатывают городку вот впереди городочек серега больше скорости не надо ты уже раздухарился слишком ну точнее так ты нормален я просто боюсь и я же за рулем дать как синдром серега отлично летает кстати я вам скажу что он просто молодец сегодня пройдем сейчас над родным домом макс очень радуется сын мой что папа говорит обойдем тут очень в замке вот в этом очень слой человек живет он всегда говорит что я на его жену пялись как она загорает бассейне когда летаю поэтому я ведь его обхожу попялимся да ну ее вот крылом сейчас я показываю на дом видите дом на котором большая солнечная панель это как раз наш вот сейчас мы туда а вот это кстати раскопки посмотрите раскапывают римские раскапывают римские какие-то штуки не надо закрылок мы еще про прогон сделаем по аэродрому вон лишь копают уже откопали много это вот римский город раскапывают друзья можете видеть раскопки в прямом эфире аэродром прям по курсу нифига его не вижу давай давай нет шасси еще выкидывай шасси есть шасси тормоза закрылок на лендинг максимально энергично на посадку наш любимый афганский заход друзья хотя товарищи афганцы говорят что это все фигня но я не знаю вы видите используем максимум энергия для того чтобы зайти на посадку мы можем а максимум снижения не энергия вот я вышел на ось полосы сейчас просто подлетаю поближе чтоб поменьше пешком бегать вы это уже знаете уже сто раз так делал но все таки но спокойно катимся я стараюсь всегда приземлиться на травку потому что она во первых мягкая во вторых всегда есть возможность если тормоза не работают затормозить как-нибудь остановиться потому что самое неправильное что можно сделать это взять какой ветер южный приличный мы вот с тобой позорно не доедем представишь нам сегодня планер придется толкать и все это поспать этот весь позор в прямом эфире серега я уже очень давно так не приземлялся полно ты не учел ветер не учил ветер какой позор на планер лагеристы которые ленивые которые не умеют летать хорошо толкают кто-то про бутылочку спрашивал о пожалуйста пустая ну что все давай на этот порт как один человек может толкать планер так у нас одна камера здесь другая камера вон на пузике тогда куча антенн мы сегодня снимали клауса этой камерой ну я одна вот здесь кстати фул чуть не сбили нам в гости прилетели так что мы еще собираем планер и помчались серёга заван план мы долетели друзья всем хорошего вечера ух ух как день огонь до новых встреч глубоко уважаемые любители любители летных видов спорта сгорел кто я я сгорел до новых встреч пишите что он такой веселого снять контент сегодня получился хороший будем снимать будем летать ура ура